В общем, мы начинаем обсуждать книжку Эйстейна Линнебо «Тонкие объекты. Абстракционистское объяснение». Да, наверное, так. Сегодня у нас предисловие. Оно совсем небольшое. Значит, в предисловии Линнебо даёт некоторый обзор проблематики, который он будет затрагивать. И, в частности, из предисловия, ну и, собственно, из названия даже книжки понятно, что она посвящена тонким объектам. Вот. И эти объекты в предисловии объясняются как такие объекты, для существования которых не требуется чего-то существенного или чего-то такого субстанциального или такого большого, такого чего-то большого от мира. Ну, например, к таким объектам можно отнести числа. Да, там у Линнебо есть пример по поводу ножек и вилок на столе. Это фрагевский, насколько я помню, пример. Вот. Ну, а в общем случае это абстрактный объект. Тонкий объект и абстрактный объект. Вот. И так, например, равномочность двух множеств вполне достаточно для того, чтобы числа элементов этих множеств были равны. Вот. То есть мы ещё и критерий тождества какой-то можем обнаружить. Вот. Поэтому кажется, что нет каких-то особых эпистемологических или онтологических требований для таких объектов. И знание простого факта о ножах и вилках вполне даёт нам знание о числах. А то, что для существования тонких объектов не требуется чего-то существенного, даёт возможность существовать большому числу таких объектов. Как, например, происходит в математике, онтология которой очень богата. Да, вот этот пример с ножами и вилками. И благодаря тому, что мы можем установить однооднозначное соответствие между ножами и вилками. Ну, допустим, такая сервировка стола, что у каждого прибора, ну, у каждой тарелки, будем так говорить, один нож и одна вилка рядом лежат. Вот. Соответственно, число ножей и вилок на столе будет одинаковым. Да, и мы можем говорить о том, что есть какое-то число, которое характеризует число этих объектов. А это абстрактный объект. Вот. И оно существует, потому что есть равномощность между множеством ножей и множеством вилок. Вот. И Линнабо планирует рассмотреть вот это вот объяснение того, почему эпистемологических и онтологических требований особых не нужно для таких объектов. Он говорит, что вот это на самом деле метафорическое, конечно, объяснение, но в книге он собирается дать более подробное объяснение этих тонких объектов на основе идей Готлоба Фрэгги. Вот. Однако он сам признаётся, что некоторые его идеи являются совершенно нефрэггевскими. А начинает он с идеи Фрэгги о том, что объект является возможным референтом для некоторого сингулярного терма. И таким образом вопрос о существовании превращается в вопрос о референции. То есть если у нас есть какая-то языковая сущность, она ведёт себя как сингулярный терм, она что-то обозначает, значит, что-то должно существовать. Вторая используемая идея Фрэгги состоит в том, что между референцией и критерием тождества имеется тесная связь. Боже. Если терм на что-то указывает, то с ним связано описание референта, который участвует в определении критерия тождества. Ну, например, вот у нас есть, соответственно, фосфор и геспер знаменитые. Мы знаем, что один терм обозначает звезду, которую видно на небе утром, второй терм обозначает звезду, которую видно вечером. Да, и, соответственно, у нас есть уже критерии тождества. Мы понимаем, что звезда, видимая утром, и звезда, видимая вечером, наверное, разные вообще-то должны быть из этого описания. Но когда мы узнаём что-то большее, у нас связанные с термами описания могут трансформироваться, и таким образом мы обнаруживаем, что это один и тот же объект. Ну и, собственно, получается, нам доступно то, что Линнабу называет простой референцией. А простая референция влечёт за собой простое существование. Вот такие вот термины у него. Но при этом важно обратить внимание на принципы абстракции, которые у Фреги и у сторонников неофрегианства играют очень важную роль. Например, в основоположениях арифметики Фреги рассматривает несколько принципов абстракции. Среди них он, например, упоминает принцип Юма. Это принцип, согласно которому равенство чисел связывается с равномочностью. Это принцип о параллельных прямых, где равенство направлений связывается с параллельностью и так далее. Там несколько принципов в основоположениях арифметики рассматривают у Фреги. И вот на 12-й римской странице Линнабу приводит общую форму принципа абстракции. Вот там в книжке можно это посмотреть. Она содержит в себе две переменных некоторого типа. Содержит оператор, который превращает переменную в сингулярный терм. И знак содержит для отношения эквивалентности для соответствующего типа. При этом для Линнабу любой принцип абстракции представляет собой специальный тип критерия тождества. Но хотя Линнабу основывается на идеях Фреги и его некоторых последователей или комментаторах, он не принимает ряд принципов, которые являются важными для логицизма и неологицизма. В частности, для него не важен принцип о синтаксическом приоритете, согласно которому синтаксические категории имеют приоритет над категориями онтологические. Также он отвергает идею того, что называется «content recovery». Вот я не знаю, как это на русский перевести. Может быть, можно перевести как «повторное разделение содержания» или что-то вот такое. Но здесь имеется в виду идея, которую Фреги выражает в 64-м параграфе основоположения арифметики. И идея эта состоит в следующем. Вот утверждение имеет некоторое содержание. Ну, допустим, у нас есть утверждение о том, что прямая А параллельно прямой Б. Вот. Мы можем заменить термин, который обозначает параллельность, на тождество. Вот. Тождество является более общим термином. И тогда мы получим ситуацию, в которой содержание этого утверждения теперь перераспределено между переменными А и Б. Вот. То есть раньше у нас вот этот вот термин параллельность, термин, обозначающий параллельность, он вносил какой-то вклад в содержание, а теперь это содержание распределено между переменными, которые участвуют в данном утверждении. Вот. И так мы приходим к утверждению, которое на самом деле говорит абсолютно то же самое, но это и утверждение о том, что направление прямой А совпадает с направлением прямой Б. То есть вот у нас было одно утверждение, оно говорило, что прямая А параллельно прямой Б. Мы заменили термин, обозначающий параллельность, на тождество, и теперь содержание этого утверждения немного поменялось, но оно поменялось не в том смысле, что теперь оно другое, потому что это утверждение новое, оно говорит то же самое. А просто компоненты этого утверждения, они теперь вносят разный вклад, другой вклад в содержание этого утверждения. Вот. На самом деле этот принцип вызывает серьезные споры у интерпретатора Фредди. И также надо сказать, что он крайне важен для неологицизма. Однако, как я до этого говорил, Линнебо его отвергает, и тем самым он порывается логицизской традицией. Вот. Ну, близкую позицию, как это Линнебо отмечает в предисловии, занимает на самом деле и Дамит. И вслед за Дамитом Линнебо интересуется предикативными формами абстракции. Вот. Он их определяет как такие формы абстракции, при которых любой вопрос о новых абстракциях может быть сведен к вопросам о старых сущностях, на которых мы выстраиваем наши абстракции. Вот. Ну, то есть, например, вот у нас есть прямые, как какие-то конкретные объекты. Мы можем осуществлять абстракцию над ними. И таким образом мы получаем направление. Вот. А если у нас есть, например, какие-то другие объекты, объединенные в совокупности, мы можем говорить о вполне себе конкретных объектах, о равномочности. И, соответственно, если мы осуществляем абстракцию над равномочностью, мы получаем числа, как новые объекты, как новые абстракции. Вот. По Линнебо для предикативных принципов абстракции не требуются никакие присутпозиции, что совершенно не выполняется для им предикативных принципов. Причем даже предикативный вариант базового закона 5, который, собственно, у Фреги и приводит к парадоксу Расселу, из-за которого из-за базового закона номер 5 система Фреги является противоречивой. Вот. А предикативный вариант базового закона номер 5 является вполне обоснованным и к противоречиям не приводит, как это намерен показать Линнебо. И более того, этот базовый закон номер 5 в его предикативной форме используется Линнебо для абстракционистского понятия множества. То есть понятие множества абстракционистским способом специальным объясняется через этот базовый закон номер 5. И это позволяет в дальнейшем разработать и обосновать теорию множества Сармела Фрэнкеля. Ну, то есть дать новое понимание того, что такое множество, ну, такой вот, операционист. Вот. Кроме того, использование предикативных принципов абстракции позволяет избежать и другого затруднения, с которым сталкивается неологицизм, а именно позволяет избежать проблемы плохой компании. Согласно этой проблеме отдельно взятые принципы абстракции могут не приводить к противоречиям, но противоречия все равно возникают при одновременном использовании нескольких принципов абстракции. Ну, допустим, там мы берем, вот у нас есть принцип юма, потом принцип о параллельности прямых, есть вот базовый закон номер 5. Может быть, по отдельности эти принципы абстракции к противоречиям не приводят, допустим. Но вот проблема плохой компании заключается в том, что когда мы берем несколько таких принципов абстракции и объединяем их в одной системе, то у нас обязательно возникает противоречие. Это одна из серьёзнейших проблем неологицизма, с которой сторонники неологицизского подхода пытаются бороться. Однако, как указывает Линнебо, предикативные принципы абстракции оказываются математически слабыми. То есть они избегают противоречий прямых, они избегают проблемы плохой компании, но математически они слабы. И для преодоления этого недостатка Линнебо предлагает разработать концепцию динамической абстракции. С помощью абстракции мы расширяем наш домен. У нас появляются критерии тождества для новых объектов, которые путём абстракции были получены. Затем мы можем снова осуществить абстракцию над этими новыми объектами. Мы ещё расширяем домен и так далее. И всё это на самом деле подобно итеративной концепции множеств, излагаемой Цермелло в его статье 1930 года. Однако итеративная концепция здесь оказывается частным случаем динамической абстракции. То есть точка зрения Линнебо заключается в том, что мы разработаем динамическую абстракцию, концепцию динамической абстракции. И это позволит нам в качестве частного случая получить обоснование для теории множеств, которое предлагал Цермелло, разрабатывая кумулятивную иерархию множеств. Также, выделяя классы эквивалентности, мы можем с помощью абстрагирования получить возможность говорить о новых объектах. Мы тем самым расширяем наш язык. Потом мы можем снова повторить этот процесс и снова расширить наш язык. И дальше мы можем это делать бесконечно долго, сколько нам угодно. Кроме того, Линнебо в предисловии даёт несколько замечаний по поводу методологии, которую он использует. Он признаёт, что он очень много обращает внимания на формальные методы и математический аппарат, но говорит, что это придаёт его исследованию точность, строгость, какую-то определённую интеллектуальную дисциплину. Но, конечно, это ни в коем мере не заменяет философию. И вот Линнебо там цитирует Крипке о том, что не существует математической замены для философии. Ну, так как формальные методы и математика, они философские проблемы не решают, они лишь дают некоторую искомую точность. И философия здесь заключается, видимо, в том, что мы даём интерпретацию для конкретных математических результатов. То есть сами по себе они никакого философского значения не несут, если никакой философской интерпретации им не даётся. Ну, далее в предисловии Линнебо даёт краткий обзор всей книги. Он указывает, из каких предыдущих работ заимствованы какие фрагменты, выражает благодарности и так далее. Ну, мне кажется, на этом не стоит останавливаться, потому что, по сути, это и так у него очень кратко там изложено. И если это обсуждать, то придётся просто прочитать то, что он в предисловии написал, да и всё. На этом у меня всё по поводу предисловия. Если можно, я бы хотела ещё раз услышать по поводу того, чем предикативные принципы абстракции, как он определяется, в отличие от прочих принципов абстракции. Значит, предикативные принципы абстракции. Я, правда, не понял, почему используются именно термины «предикативные» и «импредикативные» как противоположность. Значит, им предикативные принципы предполагают какие-то присубпозиции, какие-то допущения дополнительные сверх тех объектов, на которых мы строим нашу абстракцию, на которых мы абстрагируемся, если так можно выразить. Вот, предикативные же, они дают нам такие новые абстракции, которые обладают очень важной чертой, состоящей в том, что любые вопросы о них можно свести к вопросам об изначальных объектах. Например, вот у нас есть прямые, есть понятие параллельности. Соответственно, мы абстрагируемся от прямых, и у нас появляются новые объекты, это направление прямых. И у нас есть критерии тождества для них, критерий тождества для направлений двух прямых состоит в том, что эти две прямые параллельны. Тогда направление совпадает. И, собственно говоря, все вопросы, какие мы можем задать относительно направлений, будут сводиться, в конце концов, к вопросу о параллельности. То есть мы можем всегда редуцироваться к тем конкретным объектам, от которых мы абстрагировались с помощью принципа абстракции. А когда мы используем импредикативные принципы, мы этого сделать не можем, потому что там есть дополнительные допущения, и вопросы о новых абстракциях, они будут зависеть еще от этих допущений, а не только от тех объектов, от которых мы абстрагируемся. Но в предисловии он не говорит о том, как бы не приводит конкретные примеры импредикативных принципов. Я не знаю, какого рода допущения там могут использоваться. Может быть, это где-то в книжке будет описано. Если я правильно понимаю, там, как это сказать, интенция этого развлечения состоит в том, чтобы избегать парадоксов, связанных с множеством. Да, правильно? Ну, в том числе да, потому что предикативный базовый закон 5 не подвержен парадоксу Рассела, а полная версия подвержена. А как они формулируются один и другой? Ну, базовый закон номер 5 говорит о том, что существует совокупность объектов, которые обладают одним и тем же свойством. То есть если объекты обладают одним и тем же свойством, то обязательно существует совокупность этих объектов. Ну, и там мы можем подставить, например, свойство «не содержать себя в качестве своего элемента». Ну, вот и получится множество, которое не содержит себя в качестве своего элемента. То есть оно должно существовать, но оно не может существовать. Да, понятно. А предикативная версия этого же принципа? Ну, вот в предикативной, видимо, запрещается обращение к… Ну, то есть вот если оставаться пока на более понятном, на более понятном, скажем, фундаменте, что ли, да, то предикативность от импредикативности отличается тем, что предикативные определения, они не обращаются ко всей совокупности в целом. Вот когда мы даём им предикативное определение, то мы определяем нечто, обращаясь к той совокупности, к которой это нечто относится. А вот у нас получается, что там вот множество, всех множеств, которые не содержат себя в качестве своих элементов. То есть мы ко всем множествам, в том числе и к этому, обращаемся и через него определяем. Вот, и тогда у нас возникают проблемы, разные парадоксы. А в предикативной у нас запрещена такая операция. Мы не можем ко всей совокупности объектов обратиться. Ну, вот ты сказал до этого, что существует предикативная версия того же самого базового закона 5. Как она должна была бы формулироваться? Ну, я думаю, есть, наверное, много разных вариантов формулировки. Можно как-то типы там прописать, например, чтобы тип порождаемой сущности был обязательно другой. Понятно. У меня вопрос на понимание, скорее, по поводу базового закона номер 5. В итоге ведь, ну, там, вспоминая того же Цермела и все прочее, просто начали формулировать теорию множеств так, чтобы и сам закон не возникал как необходимость, и обходиться сложности, связанные с ним. Типа парадокса Рассела, условно. Если я правильно помню, то, что спамить у меня что-то плохо в последнее время. Ну, там у Цермела и вообще, в принципе, вот в ЗФ, там в ЗФЦ происходит замена, да, базового закона номер 5 на... Ну, там, конечно, они не напрямую базовый закон номер 5 заменяют, а заменяют схему свертывания, но, по сути, они одно и то же говорят, заменяются на некоторый набор аксиом, которые примерно ту же самую работу выполняют. Ну, например, аксиома выделения. Вот аксиома выделения – это почти дословно базовый закон номер 5 или схема свертывания, но с тем ограничением, что мы можем выделить новое множество только из уже существующего множества. То есть если какое-то множество существует, мы можем выделить его кусок как новое множество, но мы не можем как бы вот обратиться ко всем возможным множествам, да, и из них что-то собрать, которое еще пока не существует. А с пустым множеством как? Какой кусок будет у пустого множества? Другое пустое множество? Ну, то есть то же самое? Ну да, то же самое. То есть там любое свойство мы указываем, и у нас получается пустое множество, то же самое. Я бы еще хотел спросить про эти тонкие объекты, потому что, ну вот с первой главой у меня вообще не получилось, я правда не понимаю, что он пишет. То есть в итоге, ну хорошо, условно там с числами относительно понятно, но в каком виде тогда эти тонкие объекты существуют, есть в актуальном мире вообще? То есть они, получается, не локализованы никак в пространстве, ну по большому счету. Или они, вот например, я беру два яблока, еще два яблока, у меня получается четыре яблока. В этот момент двойки, вот эти вот тонкие объекты, они где-то рядом находятся с этими яблоками? Ну в каком виде условно они существуют? То есть у меня сейчас это как-то не очень в голове укладывается. Мне даже идея с неконкретными объектами в модальной метафизике Вильямсона теперь кажется более удобной для здравого смысла, чем вот эта штука. Что-то я не визжаю, похоже, вообще. Ну мне пока сложно сказать, надо дальше книжку почитать. Но насколько я понимаю, вот у нас есть какие-то конкретные объекты, да, мы можем над ними абстрагироваться, чувствовать над ними абстракцию. Допустим, над яблоками вот у нас появились какие-то яблоки, мы взяли, абстрагировались над ними, и у нас, значит, числа, которые там характеризуют количество яблок появились. Ну если мы яблоки уничтожим, съедим их, например, ну что произойдет с этими абстракциями? Может быть, они тоже перестанут существовать? А может быть, мы будем просто о них помнить? Вот помнить скорее всего будем, да. Если не забудем о них, тогда все. Ну получается в таком смысле, это какой-то, ну разве это не ментализм? Условно. То есть, например, я сейчас представляю, что у меня за окном летают два пегаса, почему-то два. И помимо, во-первых, двух пегасов возникает еще, видимо, какая-то двойка, которая реально есть, но пегасов при этом нет. Ничего не понятно. Вот это надо посмотреть, будет ли, внимательно дальше. У меня создалось впечатление, что оно вообще говорит о существовании в каком-то сугубо логическом смысле. То есть, это даже не ментализм, не про то, что мы помним, а про то, что мы можем об этом говорить или что-то вроде того. Ну да, я согласен с тобой, у него такое существование, ну может быть, в немного фрагианском смысле, то есть логицистском может быть, где, ну, неоплатонизм такой своеобразный. Хотя Лина бы вроде бы писал, что он как раз не согласен с неофрагианцами. Ну надо, да, вот будет в книжке посмотреть, в чем именно, потому что пока выглядит очень похоже. Он же говорит, что вот, мол, я типа не хочу быть платонистом, но при этом, если мы, значит, делаем антологию из тонких объектов, то тогда мы можем быть действительно щедрыми, потому что это нас ни к чему не обязывает. Вообще непримутично, конечно. Да, это очень удобно звучит, но я пока вот, как бы, еще раз повторюсь, не вижу принципиальной разницы между, в контексте вот этих самых тонких объектов, между его идеей, ментализмом-платонизмом, логицизмом, ну то есть, чем они отличаются-то условно. Хотя идея красивая, но непонятно. Дмитрий Владимирович, а вам как тонкие объекты? Я как-то не очень в них разобрался. Ну, если говорить о вопросе относительно существования, то, видимо, для математики достаточно непротиворечиво этих объектов. Мы можем говорить о чем угодно, если мы говорим хоть о Пегасах, хоть о чем, но если мы говорим непротиворечиво, то вроде бы все хорошо. Ну вот в первой главе он же приводит как раз ту, значит, концепцию существования как объекта, который не создает противоречий в теории. Говорит, что у него какая-то другая концепция. Другая? Ну тогда я затрудняюсь. А вот у меня еще вопрос по поводу некоторое время назад сделанного доклада Виктории. Там про тонкие партикулярии было. Так вот, тонкий объект, тонкий в том же самом смысле, что и тонкая партикулярия, или в каком-то другом? Коль скоро я не являюсь специалистом по тонким партикуляриям, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если только Виктория что-нибудь скажет нам. А я тоже затрудняюсь. Нужно еще посмотреть повнимательнее. У меня тоже такой вопрос возник недавно. Не знаю. Только они там были не тонкие, а чистые партикулярии. Ну да, кажется, там именно какой-то чистый или голый использовался термин. По-моему, они же самые называются и тонкие места. Ну может быть. Я вот сейчас подумала повнимательнее. Чистые партикулярии — это же объекты без свойств. А в том же докладе я рассказывала про нульмерные объекты. Вот нульмерные объекты, наверное, больше похожи на тонкие объекты у Линнеба. Но про них я тоже затрудняюсь вот так сходу сказать. Мне кажется, может быть, есть еще один момент. Непротиворечивость, в общем-то, недостаточно. Важна и система аксиом, от которой мы отталкиваемся. И может быть, предикативный подход и состоит в том, чтобы избежать вопроса о системе аксиома. Я не очень вас понял, признаюсь. А что меняется? Как бы противоречивости как таковой не существует. И чтобы получить противоречие, надо очень постараться. Надо выстроить какую-то аксиоматическую систему. Тогда мы осчастливимся противоречивыми, то есть невозможными объектами. Ну то есть отменяем просто законы логики и все нормально, да? Ну как аксиома. Ну да, противоречивость всегда релятивизирована к некоторой аксиомате. А предикативный подход позволяет как-то отодвинуть эту... Ну подождите, я сейчас лгу. Это вполне себе нормальное противоречие в естественном языке. А в естественном языке нет никаких аксиом. Разве нет? Ну, надо как-то доказать, что это является противоречивым выражением. Если вы будете доказывать, вы с неизбежностью извлечете из рукава тот или иной набор аксиом. Я понимаю. Просто, например, студенты, которым я просто про философию читаю, они не знают ни логики, ничего. И я их прошу. Скажите, пожалуйста, вот это высказывание истинное или ложное? И они неизбежно находят это противоречие, хотя ничего о логике они не знают. И никаких аксиом они не используют. Ну, если они находят противоречие, ну, это еще ни о чем не говорит. Не говорит о том, что противоречие... Как минимум, они используют имплицитно аксиому о том, что одно и то же утверждение не может быть одновременно истинным и ложным. Ого. Да. Все. Я понял, Дмитрий Владимирович, про противоречие в каком смысле вы говорили. Да, так, конечно, согласен. Про то, что имплицитно используют. Да, разумеется, имплицитно используют. Ну, в том плане, что это в каком-то смысле часть здравого смысла обычного человеческого. Но, например, условно до того, как люди вообще в принципе создали логику и этот условный закон про запрещение противоречия, люди, я думаю, точно так же продолжали понимать, что это высказывание, я сейчас лгу, оно какое-то вредовое, сложное, непонятное. Но если мы тогда будем считать, что это высказывание именно такое было еще до создания логики и имплицитно была зашита эта аксиома туда, то тогда мы снова платонисты. Мы считаем, что аксиомы и различные теоретические конструкты не конструируются, а открываются. Ну, мне кажется, более наглядный пример можно вести, если спросить студентов, может ли такое быть, чтобы целое было не больше своей части. Наверняка 99% студентов ответят, что не может такого быть. Но ведь очевидно, что если мы перейдем к трансфинитным числам, целое может быть не больше своей части. Видимо, замечательный наглядный пример, но если я бы студентам начал рассказывать про трансфинитные числа, то, скорее всего, они бы не поняли, о чем я говорю. Ну да, тут, конечно, здравым смыслом не пахнет. Да. Ну и вопрос у меня еще был, он напрямую не связан с предисловием, но, Лев, я насколько знаю, ты трудами Лины Бэн, ну не то, что повлекаешься, но, видимо, ты что-то знаешь о нем. Ты не знаешь у него каких-нибудь работ про истину? Ну, про концепцию истинности вообще? Что он об этом думал? Нет, на вскидку не могу сказать. Я просто, как раз у меня следующий вопрос был, почему я про истину продумал, прошу прощения, пока шел. Утверждение о тонких объектах, как они получают свое истинностное значение? То есть, ну там, 2 плюс 2 равно 4 с яблоками, когда мы их складываем, ну, наверное, довольно наглядно, потому что в итоге 2 плюс 2 равно 4, истина-то из-за яблока или из-за чего, если тонкие объекты возникают именно в... Ну, как, ну не нагрузка, но вот какая-то такая дополнительная штука рядом с, ну, по сути, физическими какими-то явлениями. Тогда получается, что истинность 2 плюс 2 равно 4 должна же зависеть от событий физического мира. А традиционно, вроде бы, считается, что истины математики более вечные, чем случайности физических процессов. Ну, мне кажется, тут зависит от того, с какой силой мы абстрагируемся. То есть, если мы абстрагируемся от складываемых яблок и формулируем какую-то новую абстракцию число яблок, то это одно. А когда мы просто число, это уже другое, получается более общий характер, и, соответственно, у нас будет больше автономии, видимо, какой-то. Ну, а как тогда быть с многообразием логик, допустим? То есть, окей, от яблок ушли, пойдем в логику. Есть логики, где 1 и 0 просто истинностные значения, есть многозначные условно логики. И, например, я говорю какое-нибудь высказывание. Если лев будет вести занятия у нехороших студентов, то он будет несчастлив. И в одной логике это, ну, условная обычная импликация, там, с четырьмя ветками, с четырьмя линиями таблицы истинности, которая ложна только в одном случае. А в случае многозначных логики там 9, по-моему, комбинаций получится, если мы просто одну вторую поставим. И вот вопрос. Когда я сказал это высказывание, вот эти тонкие объекты в виде истинностных значений, они возникли для всех возможных логик или для только одной правильной? Или как это вообще работает? Ну, вот по поводу логик и истинностных значений мне сложно что-то сказать. Но я знаю, что у Линнебо есть такая замечательная штука, называется потенциальная иерархия множеств. Там он о множествах говорит. И вот почему, например, теория множеств Эрмила Фрэнкеля является частным случаем динамической абстракции? Он там формулирует систему, то есть он использует семантику возможностей миров для того, чтобы представить вот эту идею кумулятивной иерархии. И переход между возможными мирами у него получается примерно как в S4, но только там с некоторыми изменениями. То есть у нас домен может расти, но уменьшаться он не может. И у нас получается так, что мы начинаем из какого-то мира, где, например, там ничего нет. Потом мы строим, соответственно, в той же самой конструкции кумулятивной иерархии, мы все возможные комбинации делаем. Там у нас получается, что существует пустое множество в следующем достижимом возможном мире. Потом из него мы можем двинуться дальше, и мы строим, соответственно, там есть возможный мир, где существуют все возможные комбинации пустым множеством. Вот есть пустое множество, есть синглитон с пустым. Вот и так далее. И причем мы можем двигаться вот в этом направлении и дальше, и мы породим всю кумулятивную иерархию далеко-далеко в бесконечность. А если мы будем двигаться в другую ветку, то есть есть же другой достижимый мир, и мы там найдем, например, нефундированную теорию множества где-то в конце, в пределе. Будем двигаться в другую сторону, у нас там будет просто ZF, а где-нибудь будет ответвление для ZF с аксиомой выбора. То есть мы вот так вот можем путешествовать по возможным мирам, и у нас разные теории множества строятся. Причем они будут даже несовместимы друг с другом. Именно поэтому они как бы разные пути дают. Но начинаем мы откуда-то из пустоты всегда. Угу, я понял, например. Ну, правда, да. Может быть, и с истинностными значениями и логикой можно что-то подобное проделать, но я не уверен. Нет, это очень красивая идея, мне нравится. Хотя, ну, просто видишь, в чем дело. Возможные миры, ну, с AVM сама по себе, для нее самой, для того, чтобы она существовала, работала нормально, нужны истинностные значения уже изначально. Я знаю, может, что тоже нужны. Ну, множество... Ну, да, да, нужны. Да, окей. Ну, окей, ладно, нет, я согласен. Просто таким образом, как ты описал, мы действительно построим разные теории множества. Ну, то есть сначала мы построим там ряд чисел, а потом мы построим разные множества. Ну, разные теории множества. Но физические объекты-то так не построят, скорее всего. И описать их взаимодействие условно тоже. И дело в том, что когда Лев недоволен, когда он преподает у плохих студентов, точнее, если Лев преподает у плохих студентов, то он недоволен, это высказывание, ну, как бы завязано на физическое какое-то штуто. Как вот эту штуку строить? Не совсем понятно. Ну, может быть, тогда действительно Линнебо говорит о каких-то сугубо математических абстракциях? Или, по крайней мере, очень на них похожих? А чем он тогда принципиально будет отличаться от квайновского эмпирического платонизма, когда математические объекты возникают в нагрузку к успешным эффективным теориям? Ну, вот у нас ведь ограничения в квайновском натурализме, что если какие-то математические теории не используются на практике в естественных науках или в других каких-то науках, то, соответственно, и объекты эти не существуют, этих математических теорий. Ну, а здесь получается, что они, в принципе-то, существуют все. Тут ограничения вот этого нет. Если есть математическая теория, значит, есть объекты тонкие. Цитирую знаменитую статью Куайна. Что есть? Есть все. Ну, вот примерно так, да. Ну, в связи с этим возникает вопрос. Если у нас тонкие объекты существуют без ограничений, то можно ли из этого перейти к какой-то антологии не тонких объектов? То есть, иначе говоря, станет ли нам как-то легче, когда мы задаемся вопросом, как нам сделать антологию, чтобы она была не слишком велика, то, как правило, вопрос этот относится все-таки к не тонким объектам. То есть, возможно, это какая-то подмена проблемы. Или идея линоба состоит в том, чтобы показать, что многие объекты, которые мы думали, что они не тонкие, и поэтому создают нам трудности, мы можем определить их так, чтобы они были тонкими, и проблем не было. Ну, я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, поскольку тонкие объекты — такие объекты, которые для существования, которых не требуется ничего существенного, то, ну, то есть нет никаких требований со стороны тонких объектов к миру, то, вероятно, тонкие объекты никак, каузально ни с чем не взаимодействуют, и из этого, видимо, мы не можем ничего вывести относительно не тонких объектов. Да, похоже, что так, но это старая известная штука из дуализма, наверное, философии сознания еще, про то, как то, что не имеет пространственно-временных характеристик, может влиять на нечто, что имеет пространственно-временные характеристики. И еще такой короткий вопрос, может быть, ты встречал. Есть же всякие довольно странные вещи, объекты, можно сказать, в математике, которые, ну, не то чтобы большую проблему составляют, в общем-то, составляют, но как, допустим, в концепции Линнеба можно было бы описать квадратный корень из минус единицы? Это же очень странный объект. Именно просто как... То есть это просто решается, то есть, опять же, берем и просто говорим, что это вот тонкий объект, ну, там, и уходим в условный комплекс на число, или что-то думается по этому поводу отдельно. Ну, я могу только предположить, вот у нас есть, например, вилки и ложки на столе и ножи. Мы над ними абстрагировались, у нас появились числа. Ну, с числами тоже можно много чего делать. Мы над ними абстрагировались, и у нас появились, не знаю, корни какие-нибудь из чисел. Ну, соответственно, почему корень из минус одного не взять? Ну, давайте возьмем. Вот и появляется что-то еще. Состоянно абстрагируемся, 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 и в итоге доабстрагируемся до комплексных чисел и еще чего-нибудь. Ну, и ладно, я уж не хотел этот вопрос поднимать, но что-то все-таки он меня заинтересовал. Я уже понял, что, видимо, Линнеба именно думает про математические объекты в первую очередь, когда говорит вот об этих тонких объектах. Но есть такая штука в очень-очень соседней области философии, в философии сознания. Кваля называется. Качественная характеристика ментальных состояний. Это случайно не тонкий объект тоже получается? И этот вопрос уже даже, ну, не только к тебе, хотя у тебя тоже есть какие-то мысли по этому поводу. Просто у нас же есть тут некоторые специалисты по ментальным состояниям. Вот, может быть, они что-нибудь расскажут. Ну, насколько я понимаю, у нас должен быть какой-то принцип абстракции для квали. Для этого еще нам нужно объединить разные квали в какие-то классы эквивалентности. Вот, если есть классы эквивалентности для квали, я вот затрудняюсь, как мы можем их сравнивать, соответственно, находить что-то у них общее. И, ну не знаю, может быть, в один из классов эквивалентности можно объединить все квалии, которые порождаются зрительным восприятием. В другой класс эквивалентности квалии, которые порождаются слуховым восприятием. Можно, например, вероятно, выделить класс эквивалентности для квалии, которые в какой-то степени друг на друга похожи, только надо понять в какой. Если мы это сделаем, то мы будем практически готовы сформулировать принцип абстракции и таким образом мы сможем породить какие-то новые абстракции на квали. У меня создалось такое же впечатление. И более того, получается, по всей видимости, если мы говорим о том, что квалии не единичны, то есть что можно иметь одно и то же качество опыта в разных случаях, то тогда мы неизбежно должны сформулировать какой-то принцип абстракции или, по крайней мере, допустить, что он может быть сформулирован. А значит, мы допускаем существование тонких объектов соответствующего вида. Согласен. Ну, просто еще такой момент хотел поднять. Здесь же возникает, когда мы говорим об эквивалентности условной. Вот, например, предположим, вчера кто-то мне ткнул иголкой в руку, и сегодня тоже самое произошло. Это два разных события, и, по идее, это два ментальных состояния. И вроде бы они должны порождать примерно одно и то же квали. Но из-за приватности вот этого самого квали, по большому счету, как вы можете мне верить, что я чувствую ту же самую боль? И тогда довольно странная ситуация получится. Тонкие объекты еще и немного приватны будут. Некоторые. А может быть и все. Да, это интересная проблема. Но даже если мы не будем тебе верить, то ты сам-то можешь себе верить. Хотя, впрочем, можно... Ой, не знаю. Не, ну да, да, понятное дело, что здесь должна включиться такая штука, как, типа, непогрешимость агента относительно своих ментальных состояний. Я просто к чему хотел перевести-то? В отношении тех же самых чисел случайно тоже не возникает вот этой истории с приватностью определенной. И где-то здесь же уже, наверное, маячит на фоне проблему индивидуального языка людвиговского и крипковского. Ну, про кважение, сложение и все прочее. Ну, здесь, видимо, все зависит от того, где это абстрагирование осуществляется. То есть если абстрагирование – это все-таки деятельность некоторого мыслящего агента, то тогда, конечно, у нас эти проблемы обязательно будут появляться. Может быть, абстрагирование – это что-то другое. А есть ли какой-то предел этого абстрагирования вообще? Насколько понятно, из предисловия предела нет. Ну что, я так понимаю, у нас все соображения закончились. Все усиленно стали порождать тонкие объекты, некоторые даже приватные. Да, я вот зациклился, наверное, на квалия. Получается, квалия – это некоторая абстракция отождествления каких-то там иголок и так далее и тому подобное. Нет, я думаю, что это зависит от того, какой теории сознания вы продерживаетесь. Но, может быть, это абстракция от нейронной активности, если уж так более формально подходить. Вот с нейронной активностью как раз проблема алгоритма. Один и тот же по всему неокортексу и для иголок, и для яблок. То есть здесь надо как-то выйти на более высокий уровень, чем неокортекс. И осуществить операцию отождествления, чтобы породить квалия. Ну ладно, это детали, мы можем зацикливаться сколько угодно. Это уводит нас немножко в сторону. И я думаю, что то, что мы смогли обсудить, мы уже обсудили. Стоит поблагодарить вам. На этом, наверное, можно заканчивать. Спасибо, Лев. Так, тебе галочку поставь, что ты выполнил задание.